друзья всем привет сегодня шестое сентября я нахожусь в сквере перед нашим железнодорожным вокзалом перед вторая и хочу вам показать как выглядит вот этот вот парк свое время здесь сделали сад камней ну камни это вот там вдалеке не знаю есть ли смысл туда общейки показывать эту эту груду камней вот здесь на мой взгляд гораздо красивее вот это такой вот фонтан но он не работает воды нет струи не бьют клумбочки разбили здесь вот такая красота буйство уральских красок такой вот шар на возвышении железнодорожные пути сообщением перь москва ну или же наоборот перьм вплоть до владивостока тут можно доехать вот там вдали садка не виднеется стоят каменные глыбы темные светлые клумбы повторяются с тем же самым с теми же самыми цветами рисунком особого разнообразия нет повторяется все одно и то же так ну а вот здесь вот находится у нас местный шедевр скульптуры кто знает что это говорите пишите но сейчас вы в принципе догадаетесь то есть это некий ком покрышек автомобильных покрышек который катит жук жук не простой а жук навозник то есть вот у нас такой вот есть памятник как жук навозник который тоже как бы не навозник а покрышкин жук покрышкин катит ком покрышек вот такая вот тут у нас красота ну а мы идем дальше здесь опять у нас клумба с множеством цветов и выходим к нашей главной пермской достопримечательности в последние годы которая встречает всех гостей города и вообще на поезде сюда вот такая вот большая табуретка из бревен которая символизирует букву п с четырех ракурсов но в простонародье это называют табуреткой давайте зайдем внутрь ощутим мощь этого стульчика вот так он выглядит что символизирует сие творение толком никто не говорит те кто фанаты группы мемориал булага те говорят что это символ советских гулагов где людей заставляли валить лес ну а так на самом деле это просто скопление бревен кстати это скопировано из из не помню точно сейчас какого памятника но подобное уже есть подобное уже сделано было в другой стране сейчас точно не помню где тут просто скопировали повторили сделали это из бревен ну а вот там вдали у нас стоит стела пермского края с орденом Ленина в принципе на этом обзор можно закончить всем пока друзья сейчас мы заходим в сквер имени Зержинского вот сам непосредственно бюст героя этого сквера Феликс Эдмундович Зержинский который внес большой весомый вклад в развитие первого социалистического государства именуемого СССР здесь сделан у нас красивый фонтан на мой взгляд в Перме это самый красивый фонтан сейчас я вам покажу его более детально этот дом если я не ошибаюсь был построен для управленцев для управления железнодорожными путями железной дороги РЖД ну а вот сам фонтанчик вот такая вот здесь олея из фонтана вот такая вот здесь олея из фонтана вот здесь красота что даже если на остров чудесно ну все, на этой красивой ноте всем пока, до свидания друзья, мы находимся у Пирамского драматического театра который сейчас называется Театр-театр и сейчас я вам покажу его площадь, ну и сам театр снаружи здесь у нас проходит улица Лимина перед театром поставили сцену будет видимо на какой-то концерт так, как туда зайти не совсем понятно ну и все ну и все Продолжение следует... 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 Продолжение следует...